Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я сопредседатель регионального отделения партии Парнас, член федеральной полиции Парнас Борисов Михаил и представитель регионального отделения Яблоко Ирина Скачкова. Продолжение следует... 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 Не только в Немцово. Стреляли во всех нас. Стреляли в свободу. В свободу совести. В свободу говорить то, что ты думаешь. В свободу думать. Одновременно 27 февраля для меня день свободы. День надежды. День надежды, потому что мы все здесь. Пусть нас не очень много, но Немцова помнят миллионы и миллионы. День надежды, потому что до сих пор Немцов жив и внушает страх тем людям, которые не любят и ненавидят свободу. Они боятся даже назвать улицу, проспект или площадь его именем. Им страшно. Им страшно увековечить память Немцова даже в таком виде. 27 февраля это день надежды, потому что рано или поздно свобода восторжествует. Иначе быть не может. Спасибо вам. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы помните. Вы три головы. Депутат Екатеринбургской городской думы. Всем здравствуйте. Может быть вам известно, может быть нет, но в предыдущие годы мы с Константином Викторовичем поздавали постоянно в Думу предложение о том, чтобы назвать какую-нибудь улицу или иное плоскостное сооружение, какую-нибудь площадь именем Бориса Ефимовича Немцова в городе Екатеринбурге. И каждый раз это предложение с треском проваливалось. Ну, я в эти годы разговаривал с депутатами, которые голосовали против. Я не то, чтобы пытался их уговорить, я пытался понять. И вот, ребята, братцы, вы даже не представляете, каким извилистым узором высваны их мозги. Они мне всерьез говорили о том, что Борис Ефимович продал родину. Они всерьез говорили о том, что он там участвовал в залоговых аукционах. Когда я начинал взывать к их логике, показывал им, что в это время, когда были залоговые аукционы, он вроде как вообще в Нижнем Новгороде работал. Они это вообще ничего не понимали. То есть у них там в голове какие-то бегают такие нажористые жирные тараканы, которые говорят им о том, что надо быть против Немцова. Потом в какой-то момент я понял, что наша власть, она консолидируется с убийцами. И глупо просить у гестапо там наградить там Штирлица или что-то, или назвать именем разведчика Кузнецова какую-нибудь улицу в оккупированном городе. Что нам остается, это помнить о том, каким человеком был Борис Немцов, хранить память о нем и бороться с этой властью, при которой мы все себя чувствуем в оккупированной стране. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание вот на что. С нами сегодня депутаты городской думы. Той думы, которую мы выбрали почти пять лет назад. И, честно говоря, вот лично мне очень, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, я горжусь за тот Екатеринбург, который избрал таких депутатов, которым не стыдно сегодня выйти, которые не прячутся, не прячут глаза, не выстилают тем самым узором, про который сейчас сказал Дмитрий, да, для того, чтобы оправдать свою трусость и оправдать трусость наших властей. Они сегодня здесь с нами, они с нами все переживают и нам сочувствуют. Этой осенью мы будем выбирать новую думу. Таких депутатов, как Дмитрий Головин и Константин Киселев мы должны удвоить и умножить это количество, и это будет зависеть от нас. И очень надеюсь, что ту думу, которую мы снова изберем, нам за нее также будет не стыдно. И мы будем надеяться на наших депутатов и будем идти к нашими реальными проблемами, к ним. И они будут здесь с нами, когда нам тяжело и когда мы радуемся. Немцова нет с нами уже три года. А когда была первая годовщина, я написала следующие строки на смерть Бориса Немцова. Убит немцов. Красивый, сильный, смелый. Хотя по жизни был совсем не белый. Ошибки, как же, он их признавал. Был на ряду, и каждый о нем знал. Да, шумный и вихрастый, как мальчишка. Но в руках с докладом новым книжка. Мечтал. В стране б варьяне стало. За это сердце биться перестало. И свет померк. Для многих здесь, в России, Давно устали ждать приходом и мессии. Немцов здесь рядом. Заряжал надеждой. Он просвещал. И ты не был невеждой. Земной, как мы, но лучше и светлее. Хотелось становиться нам умнее. И Родину любить. И ей гордиться. В число народов добрых мирно влиться. Ночные выстрелы, смертельный ураган. Мечту отняли многих россиян. Я сегодня выступаю за то, чтобы в нашей стране не было политического насилия и политических убийств. Введя войска в Украину без санкции Совета Федерации, Путин грубейшим образом нарушил Конституцию. Захватом Крыма Путин нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Путинский порядок, при котором сначала аннексия Крыма, а потом референдум, это преступление и обман. Таким образом, Путин нарушил клятву, которую давал, когда вступал в должность президента. Мы все видели и помним, он клялся на Конституции ее соблюдать. И это основание для отрешения Путина от должности. Понятно, что бригада Холунов из Зуганова, Миронова, Жириновского, она никогда этого не сделает. Но преступления против Конституции, против России, они срока давности не имеют. Что такое рейтинг Путина сегодня? Это информационный пузырь, который лохнет, и все в одночасье развернется на 180 градусов. Так же, как разворачивается на 180 градусов, любая тотальная ложь и вранье. Давайте мы зададим Путину вопрос, который хотел ему задать Борис Ефимович Немцов. Почему российские солдаты погибают, а вы, как верховный главнокомандующий, господин Путин, отрекаетесь от этих солдат и вретесь, что они не воюют. А мы их в могиле видим, этих солдат. Мы их видим в Костроме, эти могилы. Мы их видим в Пскове. Мы их видим в Нижнем Новгороде. В Смирновской области тоже появились могилы этих солдат. Почему вы, верховный главнокомандующий, отрекаетесь от своих солдат? Вы разве не имеете право быть верховным главнокомандующим после этого? На каком основании вы, господин Путин, превратили Останкина в призывные пункты? Вот если вы спросите родственников погибших на этой войне, а почему ваш брат, почему ваш муж, почему ваш приятель и так далее поехал воевать в Украину? Он увидел по телевизору, что Украину захватили фашисты. Он увидел, как распяли в Словенске мальчика. Он увидел, как бандеровцы продают на органы пленных. Он увидел и не смог этого терпеть и пошел воевать. И все это делается цинично и рационально. Разжигая ненависть, путинские фресы массовой информации, тем самым этих невинных людей, наивных, гонят, как пушечное мясо на смерть. И это продолжается ровно для того, чтобы эти наивные люди продолжали ехать в Донбасс и убивали их там. При этом никакой юридической ответственности перед этими людьми у Путина нет. Он не уплачивает этим погибшим по тренингу, как солдатам. Они же ехали добровольно и нелегально. Но есть хорошая новость. Благодаря Немцову страна начала понимать, что это не наша война. Это не война, ребят, которые сейчас там находятся. Это не война граждан. Это не война матерей и близких. Война в Украине – это война Путина. За собственную власть и за собственные деньги. А также за власть и деньги его дружков-миллиардеров. Тимченко, Ковальчуков, Ротенбергов, Якуниных, Сечиных, Матвиенок, Шуваловых, Медведевых, Дерипасок и прочих любилами рыбок. Спасибо тебе, Борис Ефимович Немцов и партии Парнас, за то, что ты показал, что есть другая Россия. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Следующее предоставляю слово доктору исторических наук, Лосину Алексея Геннадьевича Дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас всех, что вы несмотря на мороз пришли сюда Что мы с вами встретились здесь, чтобы реализовать свое право собираться мирно, без оружия Это право гарантирует нам действующая конституция Российской Федерации Послезавтра исполнится с три года с того дня, как в Москве был подло выстрелами в спину убит Борис Ефимович Немцов Государственный и общественный деятель нашей страны, человек ярко выраженных демократических убеждений До сих пор следствия, даже не допрошены многие подозреваемые в совершении этого преступления Это политическое убийство До сих пор не названы имена организаторов Украина нам не враг 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 Возьмите меня! Возьмите меня! Возьмите меня! Мы поможем нашу не забору! И покажем, что мы ради, вот так сколько прав! Полтовник Сергеев, ты не прав! Геннадий, Новыйённыйügг, ты не прав! Знаю, Schnейн. Я гроза на солнце, за твою душу. Вы не выполняете, что вы не станете. Вы не выполняете, что вы не станете. Дружу и делаю мы положим, Разложу свободу. Мы покажем, что мы братья казацкого рода. Украина нам не враг. Украина нам не враг. Стоп, Путин, стоп, ГУЛАК. 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 Украина нам не враг. Украина нам не враг. Украина нам не врага. Тише, тише, ребята, уходите. Государственный флаг Украины затаят. Вы не понимаете, что вы не понимаете, что вы делаете? Что вы? Звезды надо, звезды. Им звезды надо. Вот и попробуй связать. Полетишь. Сейчас по пятым-то причинам неизвестные лица, которые не представились, пытаются поместить проведение мутинга. Да, благослови. Если кто-то официально кто-то хочет возразить и от представителей власти, я хочу подойти и сказать, что это микрофон. Хорошо. Потому что позиция Немцова была как раз связана с этим. Вы читайте работы Немцова. Я в 19-м году была в Украине. Так вот, в каждом городе, даже маленьком городе... Вас сейчас интернет задерживают после акции, да? Вы уже готовитесь, да? Уже готовитесь, да? Вы уже готовитесь, да? Понятно. Вы после... Видите, не уходите. Проследите. В этом деле. А ну боитесь, что? Мы не боимся ничего. Мы не боимся ничего. Это полагаете. Не боимся, что-то. Да, если инцидент Вечеркан, пройдите туда. Братан! Фресса! Александр! Вы поддержите. Продолжение следует... Трехлетие убийства Немцова. Именно Немцова как миротворца. Именно в 90-е годы он собрал в Нижегородской области миллион подписей за прекращение войны в Чечне. И чеченский народ испытывает благодарность Немцову за то, что именно Немцов сделал очень много о прекращении этой чеченской кампании. И позором является отдельных чеченцев, которые вместо благодарности садили в спину Немцова пули, от которых он был убит. Хотел выступить Костенко Анатолий. Продолжение следует... Если Путина при Ельцине государство было просто недружественным гражданом, то при Путине государство стало враждебным гражданом. И действительно оно подобилось к оккупационному режиму. Я хочу обратить ваше внимание на то, что почему был околиетен сначала, а потом уничтожен немцов, подчеркнуть. Потому что он отстаивал конституционные права наши с вами. Еще за несколько лет до приступа буржуазно-демократической революции 11-12 годов немцов обращал наше внимание на то, что конституция наша едва ли не уничтожена, до которой нужно держаться. Вот, поэтому я проживаю у вас держаться прежде всего в этом пуху. И вот, что запомнить наши герои, черночь, на которых является Борисович Квинков. 29-я, вы должны иметь право получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. День они, соответствующих государства, штата определяется витеральным законам. Законом, старый. Они указаны. День 29-я, пункт 10, а что по парламенту района, судя 2-2, масла была. Цезура запрещена. Молодец, Лек, молодец. Цезура запрещена, они не имеют права запрещать не указывать, что он там придал. Продолжение следует... 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 Меня зовут Роман, мне 21 год И я начал интересоваться политикой уже недавно, пару лет назад Это уже было после смерти Немцова Поэтому как-то вживую у меня не предоставилось шанса с ним увидеться, познакомиться, понять, что это за человек И я могу судить только по тому, что сейчас говорят, какие документальные фильмы они обснимают И для многих людей смерть Немцова была такой, как бы, ну, очень болезненной утратой И, ну, видно, что он был Замечательного человека, смелого политика и честного Он был настоящим патриотом нашей страны И был убит мелочными, подлыми людьми, которые боялись конкуренции Конкуренции они боятся и сейчас Они готовы на все ради своего собственного благополучия и обогащения И убивают все яркое, выдающееся на своем пути Но дело в том, что яркие люди способны двигать страну нашу вперед И мы все хотим, чтобы страна наша шла вперед, а не стояла, топталась на месте И хуже еще того, шла назад, обернулась В данный момент бориса нам очень не хватает То пойти на выборы можно только в роли наблюдателя Поэтому мы с вами пойдем на вайнера 13А Во вторник и в четверг в 18, в 18.30 А также пойдем в субботу на практические занятия туда же, на вайнера 13А Чтобы всем нам стать наблюдателями на этих проклятых невыборах Потому что четвертый срок это просто за гранью добра и зла Вы знаете, как много ребят после невыбора 12-го года Отбывали сроки в тюрьмах И вот нам уже грозит четвертый срок хунты Так вот, я пойду на выборы только в качестве наблюдателя И каждый, кто думает, ну я пойду, но я там испорчу бюллетень или там еще что-то Я считаю, идеально сделку, идеально сотрудничество с этой властью в любом качестве Мы ей показываем, ну что, свою слабую сторону Нельзя этого делать Субтитры сделал DimaTorzok